Привет, вы на канале Непоседа. Сегодня я вам расскажу про этого птенца. Я его нашел на даче. Он лежал. Я сначала его не заметил. Потом родителей еще не было. Я был у бабушки на даче. Я его как увидел, мне стало его жалко. Я взял его домой. Потом родители приехали. Я их долго уговаривал его взять. Потом они согласились. И мы все-таки взяли его домой. И сейчас я буду за ним ухаживать. Я бы его взял навсегда себе. Надеюсь, он у нас выживет. И образуется по-настоящему. Хоть мы и не знаем, какой это птенец. Но все равно. Он самый милаш, на котором я видел. И вообще, я птенца первый раз вижу. Давай. Вот такой вот он маленький у нас. Мы даже не знаем, что это за птица. Это жалко его так стало. Сейчас мы хотим его положить в такую коробочку. Давай, Илюш, открывай ее. Так, вот эту тряпочку нам надо положить в эту коробочку. Как скрипит. Сейчас положим вот такую тряпочку. Так, вот так. Может пополам даже ее сложить. Может, вот так? Или пополам? Поможешь, мама? Только не придави птенца. Ой, мамочки. Что? Да он близко совсем. И что-то почувствовал. Зашевелился. Да, он вообще такой... Ну, сначала я вам расскажу. Когда мы его привезли домой, он сначала был такой, двигался, двигался, двигался. А потом уже перестал. Он отдыхает так. А потом двигался, двигался, отдыхает. Он или хочет под крылом быть у матери, или он хочет есть. Он открывает постоянно иногда рот. Видите, у него даже глазки еще закрыты. Он вообще-то только вот на днях вылупился. Да, можно сказать, что он вчера. Давай, Илюш, бери тряпочку. Прям с тряпочкой его. И чтобы он в этой коробке оказался. Ой, он сейчас вывалится. Пусть он сначала... Пусть он... Так наоборот, так удобнее его будет пересаживать, что он уже на краешке, прям под него. Бери руку. И как его? Так. Потихоньку, потихоньку. Выгружаем. Подожди, зацепился. Все, переехали. Теперь его нужно покормить. Он у нас уже давно голодный. Илюш, ты смотришь. Прям бери одну горошинку. Пшенку моему сварили. И нам не видать. Я боюсь. Ай-ой-ой. А чего ты боишься? Давай куш. Надо было, наверное, сначала покормить, а потом туда посадить. Не видать его, да? Да, ай-ой. Он что-то не хочет есть. А мой, лучше ты ее не делай. Как ему дать-то? Может. Он же тогда у нас клювик открывал. Надо дождаться, чтобы он его открыл. Открыть. Пожалуйста, птенет, открой. У меня горошина есть. Вкусная. Вкусная. Ты чуешь или нет? Или хочешь? Он неудобный. Надо было его сначала покормить, и потом туда посадить. Теперь вот как его кормить, я вообще не понимаю. Там было проще. Мы его поили уже, водичка. Он так, а клюв открывает широко прям. А может сначала вот так же его накормить? Нет. Боюсь, что пересыплю. Может, теперь его опять вытащить? А как мы его вытащим? Мы его вытащим тряпочкой. Прям с тряпочкой. Ну, давайте. Сначала с тряпочкой, а потом... Сможешь, что вытащил? Так. Мы бы его покормили, а потом бы это обратно посадили. Давай. Мы его вытащили, и теперь мы его постараемся покормить. Давай кормить, кормить, кормить. Хи-хи-хи. Почувствуй. Будешь кушать. Открывай, мочек. Ну давай, открывай. Ты же уже открывал нам клювик. Ну давай. Мы будем покормить. Хи-хи-хи. Хи-хи. О, о, о. Хи-хи-хи. Хи-хи. Давай открывай. Он что, не открыл? Нет. Он уже как будто почуял. Давай сразу что-то искать. Ну-ну-ну. Ну-ну-ну. Хи-хи. Открывай. Ну, может, мы же его в дикой среде же нашли. А все детеныши, по-моему, определяют по хлопоту. Кто-то услышал маму, да? Они начинают все пищать. Кажется, один запищал, и все запищали. Что ты предлагаешь пищать нам всем? Хи-хи. Чтобы он открыл. Открыть? Ну, почему-то даже не открывает. Ну, пооткрыл хотя бы. Ну. Может, это, вот, что-то помягче найти. Ну, да. Может, что-то помягче. Будешь прям мягче, помягче. Ну, он даже не открывает. Может, надо ее прям мыть, то есть, оставлять. Как-то открыть. Боже, чё, зачем мы вас оставлять? Слепло, слепло. Ну, холодно. Все, он замерз, мне кажется. Давай его накроем. Видишь, он тепло чувствует, и он как бы подкрыл обувь. Может, он... Я думаю, что он замерз. Ну, надо другой трапочкой. Ку-ку-ку. Видишь? Ну, холодненький совсем, да. Ну, а теперь накормить. Теплее и давай кушать. Давай. Он не хочет там быть кушать. Он же просто хочет согреться. Давай его положим туда и накроем. Ну, давай. Раз он не хочет есть, не удалось. На пяти. Холодно ему. А как мы его будем сейчас переселять? Прям туда запихивай. Угу. А вот это можно же и укрыть. Будто его крылышком. Нет, давай его лучше нормально укроем. Может, кусочек какой-то? Сейчас придумаем. Ну, что, ребята. Пока он кушать не хочет. Мы очень надеемся, что мы его выкормим. И он станет у нас окрепший, глазки откроет. Мы очень хотим его выпустить уже хорошеньким, с перышками, на волю. Ребята, напишите нам, как вы думаете, птенец какой птицы он? Потому что мы не знаем. И мы очень хотим узнать, это мальчик или девочка. И еще какая это птица. Потому что это каждая птица свое же ест. Да, и мы будем еще снимать. Через недельку мы снимем, каким он стал. Надеемся, конечно, что он у нас выживет. И каким он будет. И что с ним произойдет. Мы вам все покажем. А пока... Пока-пока. И до новых встреч. Ставьте лайки. Вы были на канале Непоседы. Пока-пока. Непосед